Общедомовые нужды – головная боль простых оренбуржцев, управляющих и ресурсоснабжающих компаний. Сегодня свое видение ситуации относительно новых счетов за электроэнергию представили в Оренбург Энергосбыте. Суммы в квитанциях, которые в последнее время приходят за потребленную электроэнергию, вызывают у жителей многоквартирных домов недоумение. Там, где в доме стоит общедомовой счетчик, вопросы возникают по меняющимся пока еще цифрам площадей, системы снятия показаний и поздно выставленных счетах. В Оренбург Энергосбыте очень надеются, что со временем вопросов станет меньше. Когда постановление правительства вступило в силу, ни тогда, ни сейчас нет какой-либо, например, государственной базы данных об этих площадях. И сейчас, по мере обращений жителей, когда житель говорит, что у меня неправильно указана площадь, по мере каких-то других обращений, по мере обследований нашими энергоинспекторами, мы уточняем площади жилых домов. Из 7800 многоквартирных домов области лишь треть оборудованы головными приборами учета. Работа в этом направлении будет идти до конца этого года. Передавать свои показания в колл-центр теперь нет необходимости. О том, что до операторов сложно дозвониться, говорили многие. Число обращений выросло в разы, и время на то, чтобы разъяснить проблему, уходит в два раза больше. В квитанции предусмотрена графа для личных показаний, но только там, где в этом есть необходимость. Где общие домовые приборы учета не установлены на сегодняшний день, сохранилась старая система съемок показаний. То есть те съемщики, которые снимали, и с годами эта система выработалась, мы договорились, что они продолжают эти показания снимать. Просьба обратить внимание, что если у вас главного прибора учета нет, показания будут переданы, и не надо пытаться их какими-то героическими усилиями передать. Двойные счета, где одна из квитанций по нулям, приходят лишь временно. Это происходит там, где договор заключен с новым исполнителем. Энергетики по-прежнему обещают не выставлять пению за опоздание с оплатой. Но, тем не менее, вынуждены констатировать, что долги горожан за последнее время выросли на 50%. Татьяна Штылер, Сергей Завалишин, Орин ТВ.